Вопрос-ответ Вопрос-ответ. пешком под дождем и в голове были просто мысли а правильно ли я пошел в профессию смогу ли я когда-нибудь хотя бы ну хоть приблизиться к этому вот вот такое вот мозговзрывное просто поменяла мою позицию наверное вот к театру и к искусству в целом следующий вопрос нам задает юлия как воспринимаете критику какая критика для вас конструктивно и прислушивайтесь ли вы к мнению зрителя вы знаете любая критика должна быть действительно конструктивно если просто говорят что но мне не понравилось или наоборот понравилось это всего лишь мнение то есть как бы спектакли он для того и слова созданы понравилось не понравилось это чисто зрительское мнение критику жену я готов воспринимать но на театре есть такое правило что нельзя навязывать свое видение кому-то желательно этого не делать если к примеру молодой артист подошел к старшему мастеру и говорит мол не идет мне кажется я повернул куда-то не туда и просит совета тогда критика обоснована но просто говорить ходить вот это плохо вот это нехорошо это немножечко неэтично продолжаем продолжаем хорошо а мы все-таки продолжаем пишет нам максим что ему ну видимо мне не хватает от зрителей хочется больше цветов поклонниц подарков или наоборот устал от знаков внимания знаете я наверное скажу одну вещь и со мной согласится добрая согласится добрая половина наших актеров чего нам действительно не хватает от зрителя это понимание 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 того что при входе в зрительный зал телефоны и другие средства связи то ли пейджеры то ли ноутбуки то ли я не знаю нет буки планшеты желательно переставлять на бесшумный режим ну либо же отключать совсем вы же пришли посмотреть спектакль а не поговорить с кем-то об этом спектакле вот это было бы самый большой как бы скажем большим знаком зрительского внимания для нас для всех далее вопрос от александра какая роль вы считаете вам совсем не удалась вот тут даже не могу сказать как актер я всегда просыпаюсь с одной фразой правильно ли я что-то делаю правильно если я сыграл вчера правильно ли я сыграю сегодня я не могу сказать что какая-то роль не удалось до были не удавшиеся роли за которые я себя корил они в прошлом быть может меня ожидает еще какой-то грандиозный провал я этого знать не могу но я скажу такое что стараемся все делать максимально честно и так чтобы вам нравилось и 2 2 часть вопроса от александра откройте секрет ради какой роли вы готовы сбрить свои шикарные усы вопрос подвохом в принципе я свои ужасы уже сбривал для разных ролей но скажем не буду раскрывать всех тайн но такие возможности для сбрития усов возможно будут в ближайшее время следите за нашими обновлениями ну так как на все вопросы я уже ответил которые вот мне предоставили я хочу передать эту эстафету марии молодовой маша держись